Мы проехали Форос, где он там сидел, когда путь был, мы проехали по Крыму. Бог так делает. Мы о нем все молимся, чтобы Бог обратил его. Вы в Красногвардейский район съездите, там Привольная, это его родина, это здесь рядом. Да, он много пережил. Вот здесь потери даже рейса Максимовна сколько. Он в Привольном родился, да? Да, да. Мы проезжали. Мы заговорили при нем открыто. Вот это вот написать мне нельзя было тогда. Меня в 86-м последний раз посадили. При нем. Но это еще система была. В 87-м нас 210 политзаключенных одновременно всех освободили. Вот что сейчас есть, у нас храм открытый, мы православную деревню строим открытый. Этого ничего нельзя было. Ягоним был беспредельно, 26 лет. И поэтому мы согласились за него молиться, чтобы он не ушел из жизни без покаяния. Потому что это коротенькая жизнь, она какая бы ни была, она временна. Ясно. Здесь было у нас в районе тоже... Ругать это проще всего, но это ума не надо. А ты пойми, что это предназначено Богом было. Предназначено было, и Бог избирает кто-то, это выполняет. Просто надо намного глубже смотреть с обратной стороны этих событий. Я как верующий знаю. Книга порока Иеремия, такой фильм есть. Ему было сказано, откройте ворота врагу. А все сопротивляли, все погибли, его Бог оставил живым. Бог видит конец беззаконием и разрушает через кого-то. Так жить было нельзя. Мы говорим, сейчас нельзя так жить. Я только хотела сказать, а сейчас так можно жить? Сейчас тогда тоже так не живет. Но, однако, я перед вами живой человек. Я на свободе. Ну, понятно, я живая, я ничего не имею против. У нас детский лагерь. Все равно сейчас до такой степени все... Я знаю тоже, вот проехали Дальний Восток, находка. Проехали Белоруссию еще сейчас, мы Молдавию, Украину, Польшу, Германию. Я на глазах это все вижу. Да, действительно невозможно, но мы делом показываем, можно работать. Прямо с нуля, ни с чего. 17 тысяч, вообразите цифру. Все полностью уничтожено в России. Мы получили участок земли, получили статус. Первым делом храм строим, брат священник. И начинается жизнь. Жизнь такая, что директор Кэстинского института из Лондона прилетела, чтобы убедиться, действительно ли это так. Мы показали с Богом, с Богом все возможно. Я верю за мою душу, Христос страдал, умер. Везде крест человек носит на могиле. Это знак любви его. И когда люди обращаются, верят в пролитую кровь Христа, новая жизнь начинается. Он движимый Духом Святым, он жертвует все тогда для Бога. А что виноваты у нас, везде виноваты, мы неправильным путем идем. Виноват я, начни с этого. У человека три врага. Первый, ну, утречком, загляни в зеркало. Второе, найдешь это сатана, незримый избавильный, нас от лукавого, очень нас считаем. И третий, вот этот мир, развратный прелюбодеянный, его Христос назвал. А ты ему не подражай. Ты брось этому вызов. Создай встречное течение. Течение любви, течение прощения. Повторяю, книги все сшитые, все на всетной бумаге. Вам, библиотекарям, это толковать не надо. Хорошо. Если что-то будет с библиотеками плохо, сохраните, что сможете. Это одна книга, я могу поручиться, заменит многое-многое. Это конкретно, это не пасторальный роман, это не Гарри Поттер. Конкретно по жизни, по любому вопросу, как выжить. Вот я, представьте, в пяти тюрьмах отбывал. Невозможно выжить. На моих глазах убивают людей. Я вышел совершенно свободен. Вот сейчас мы шли на таможню, блокируют, выманывают деньги, что там не делают. Мы везде все прошиваем. Вот это вот, три. Я везде дарю им, и как тараном пробивает дорогу. Мы выходим. А следующий раз... Вот так раз к этому пришли. То, что не подаришь, не проедешь. Точно. Пусть вас Богу и славит. Спасибо. Слава.